Современное состояние общества на Кавказе и его связь с прошлым. Как, перенимая все лучшее и прогрессивное, сохранять свою идентичность, а главное, что будет способствовать этому? Непростые вопросы задает себе Ислам Хубиев. Заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати много лет занимается политической и общественной деятельностью. Организовывает масштабные мероприятия и акции, призванные сохранить родную язык и культуру. Член союза писателей России, лауреат множества наград, в том числе императорской звезды наследия, дипломант номера енисейского литератора, свою первоочередную задачу Ислам Хубиев как писатель и отец двоих детей, юноша Аслана и шестиклассница Айши, видит воспитание подрастающего поколения в кавказских традициях, умение ценить наследие прошлого. Об этом его последняя книга «Три рассказа». От лица подростков 90-х писатель рассказывает об их мироощущении. Периоды развала СССР им выбраны случайно. Это время становления и самого автора. Рассказы, которых на самом деле четыре, основаны на реальных событиях. Это в первую очередь пережитый опыт самого автора. Это был очень серьезный, сложный период и психологический, и экономический. Во всех, как говорится, направлениях это был тяжелый период. Во всяком случае, мы являемся участниками этого периода. И как я воспринял, как восприняли мои сверстники тот период. И описание где-то, наверное, в этих рассказах, которые вошли в мою четвертую книгу, три рассказа, идет примерно привязка к тому периоду. Мне так показалось, что много об этом говорится. Говорится о том, что были сложные 90-е годы, были проблемы во всех направлениях, во всех сферах. Но вот именно взгляд подростка, он ведь особенный взгляд. Герой первого рассказа «Зеленое море» – 12-летний городской мальчик. Он впервые отправляется с отцом в горы на Синокос. Слушает неспешные разговоры взрослых, знакомится с неприхотливым бытом. И в этой размеренности, простой горской жизни, он, ребенок 90-х, уже столкнувшийся с разрухой, чувствует свои корни, которые не дадут ему свернуть с правильного пути. Те традиции, культура, воспитание, которые были присущи для общей массы населения, они немного начали видоизменяться. Но, на мой взгляд, есть вечные ценности. Не буду говорить пафосные слова. Это и любовь к родине, и верность своему слову, это и человечность, всеобъемлющее такое понятие. Вот эти вещи – это константы, оно не меняется. А тем более, тем более вот у горских народов, это вот просто уже, как говорится, заложено генетически. И это все не менялось. Кстати, это нас и спасло, и помогло, чтобы мы не трансформировались и не стали теми, которые в одночасье поменяли все ценное на что-то более временное. В рассказе «Ледяной корабль» читатель окунается в атмосферу 90-х. С его разрухой, экономическими, культурными проблемами. Дети, как самые незащищенные, в полной мере испытали на себе все трудности того времени. В ослесловии о силе нравственных ценностей говорит Ислам Хубиев и в своем рассказе «Обещание». По мнению автора, испытания мальчика сродни народному телу в чужой для него среде, которая выталкивает его. Подросток, рушив в атмосфере традиционных кавказских ценностей, делает свой выбор, и это нравственный выбор. А в рассказе «Охота натура» юный герой впервые ходит по опасным горным тропам. Став свидетелем убийства животного, он принимает собственное решение. «Если ребенок тот же захотел поохотиться или подняться в горы, для него это уже путеводитель. Читая эту книгу, он будет понимать, с чем он может столкнуться. Ведь этот ребенок тоже впервые попал в такие условия. То, что он, допустим, ночует в кошаре, да, для него это испытание на самом деле. Он, во-первых, ночью не поспал, во-вторых, он привык с блюдечкой. Здесь условия питания другие, он там не совсем, как говорится, для него понятные вещи там потребляет в пищу. Потом он выходит, потом он идет долго в таких условиях. Зачем его надо убивать вообще? Это уже другой момент. Вот это же одно на другое, это уже кульминация, когда он уже прочувствовал, что не нужно убивать. Зачем убивать в то время, когда можно пойти на прилавке, купить там то же мясо. А я не выбираю сторону. Я описываю реальный факт. И, естественно, как говорится, писатель не может на чью-то сторону переходить. Первая публикация «Ислама Хубьева» была в 2006 году. Ее он посвятил деятельности Карачаевской общественной организации «Чамахат». Статья стала предтечей будущей книги. «Я посчитал, что нужно исследовать этот период, — говорит автор. Как юрист и сын репрессированного я хотел поспорить и с некоторыми санкциями в отношении народа, и узнать, насколько реализован закон о реабилитации. Поначалу готовился писать диссертацию, но найти куководителя было сложно, уж слишком была неудобная тема. Так собранный материал вылился в книгу. С первой страницы она не оставляет читателя равнодушным. В каждой своей строчке автор опирается на реальные факты. В книге передана атмосфера того тревожного времени, когда отчаяние сменялось надеждой. Народ, объявленный врагом народа, и по возвращении с депортации не восстановлены в своих правах, жаждав добиться столь трудной правды. В книге «Чамахат» Ислам Кубьев детально касается этих событий, отмечает подвижнический труд руководителя организации. С некоторыми из них он встречался и сам, изучал бесценные архивы. Писатель убежден, появление «Чамахат» стало ответной реакцией общества. Слишком много вопросов тогда накопилось у людей. Вот недавно мне попалась фотография, когда вот на въезде Карачаевска, когда состоялся этот 30-тысячный митинг. Первые ряды. Я просмотрел лица. Вы знаете, вот чувствовалась действительно искренность каждого из них, сидящих вот на этом митинге. Люди, ну, у них такая была жажда к справедливости, и они не боялись, они отчаянно шли на такой серьезный шаг, чтобы вынести обвинение тогдашнему руководству, обвинить его в тех действиях, которые были по отношению к их народу. Это действительно люди, героические люди, каждый из них, который вышел на этот митинг, которые организовали этот митинг. Это, ну, серьезное событие было. Вы представляете, да, за то, что только подумать, уже люди попадали за решетку. Лишались партийных билетов, наказывали. На каторги отправляли из-за того, что там они смели сказать что-то справедливое по отношению к своему народу. Это расценивалось вообще как предательство, как преступное деяние. Но я считаю, что в народе остаются такие люди, которые за народ. Такими были Озре Турусов, Абдул Кубанов и многие другие, которые открыто заявили об умалчиваемых проблемах. До 90-х годов, по большому счету, в той или иной степени репрессии продолжались. Благодаря усилиям Джамагад были открыты мемориалы, али с именами героев карачаевцев, девять из которых получили высокие звания после ходатайства членов движения. Филиал Ставропольского политехнического института стал самостоятельным вузом, а высшее учебное заведение в Карачаевске было преобразовано в классическое. Люди получили частичную компенсацию за понесенный ущерб во время репрессий. Тему депортации писатель раскрыл и в своей книге «Кадар. Судьба». Она особенная. В ней отдана дань памяти отцу Хазыру Узеировичу Хубиеву, а в его лице и всем карачаевцам, подвергшимся репрессиям. Немногословный горе столько ближе к концу жизни рассказал всю тяжелую правду о том времени, как 11-летним мальчиком остался сиротой на чужбине. Отец погиб на фронте, мать не вынесла горе и болезни. Самый старший из четырех детей, маленький Хазыр взвалил на себя совсем не детский груз и достойно пронес его через те годы депортации. А стал он взрослым в один миг, в день смерти матери, которую сам же похоронил, вместе с безногим старым казахом, который ползком помог ему дотащить тело до кладбища померзла земле. Это уже немало, потому что были семьи, которых некому было хоронить. Испив горькую чашу лишений, Хазыр Хубиев не терял стойкости духа. Работал день и ночь, поставил на ноги своих младших сестер и брата. И всегда помнил, кто он и откуда. Так вместе со своей супругой Зюльфрус воспитывал он и своих детей. От подвига старшего поколения Ислам Хубиев говорит в своей книге «Умут», вышедшей на карачаевском языке. Все, кто испытал это горе, у каждого в голове была своя надежда на возвращение того, что было. У нас же отправная точка какая? Вот нам хорошо, тепло, да? Стало холодно? А, хоть бы стало теплее, да? Или там, или мы сыты, голод пришел, а вот наестся, да? Вот отправная точка, когда было нам комфортно. Вот «Умут» — это надежда к возвращению того комфортного состояния, в котором мы были. Никто ж не предвещалось. Все готовились к зиме, готовили продукты, жили. Ну, понятно, что в стране, по всей стране шла, по всему миру Вторая Великая Отечественная война шла. Не Вторая, а Великая Отечественная война. И, понятно, с этими вызовами они уже смирились, был уже какой-то промежуток, ждали победу. Другой был умут, да, что вот наконец совершится победа, все это завершится. Но жили своей обыденной жизнью. Все, враги пришли, здесь их прогнали, все вроде спокойно. Но здесь появляется новая проблема, их берут и выселяют. Вот когда их выселили, у каждого в голове сидела надежда на возвращение на свои места и возвращение к себе на родину. В своих книгах Ислам Хубьев не боится поднимать острые вопросы. Правдиво в каждой своей строчке он пишет о том, что тревожит сейчас людей. Историческое прошлое у него всегда связано с настоящим. Раскрывает писатель и проблемы нравственного выбора, которые порой стоят перед каждым из нас. Проза карачаевских авторов сегодня открывает свою новую страницу, в которую вписано и имя Ислама Хубьева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова